Дайджест недвижимости В апреле 2016 глава Минстроя Михаил Мень заявил, что больше этого не повторится. По данным министра, приватизировали жилье уже около 70% россиян, большая часть которых приняли решение в первые годы действия программы. Дайджест недвижимости 225 молодых семей в Кировской области стоят в очереди за жильем, сообщает портал «Роснет». На данный момент эти семьи включили в число участников одной из подпрограмм ФЦП «Жилище», сообщают в областном правительстве. В прошлом году регион не принимал в ней участие, а в этом получил на ее реализацию 19 миллионов рублей. Молодые семьи без детей могут претендовать на 30% от стоимости жилья в качестве субсидии, семьи с детьми – на 35%. Прием заявок для участия в программе закончится 30 января. Ожидается, что средства на покупку жилья можно будет получить весной или летом. Дайджест недвижимости Управляющая компания присваивала деньги кировчан. 275 тысяч рублей, заплаченные жильцами за горячую воду и отопление, компания «Жилремстрой» перевела на счет ресурсоснабжающей организации не полностью, а потратила их на оплату своих долгов. Ущерб по требованию прокуратуры коммунальщики уже возместили. Возбуждено административное производство. А на бывшего представителя жилищно-строительного кооператива завели уголовное дело. Начальница учреждения, которая обслуживала дом по улице Кольцова, 24-2, в 2015-2016 годах незаконно начисляла себе зарплату. 16 тысяч рублей вместо положенных пяти ежемесячно получала она за счет денег, которыми жильцы расплачивались за коммунальные услуги. Помимо этого, часть денег из кассы кооператива начальница тратила на личные нужды. Общий ущерб – более 130 тысяч рублей. Максимальное наказание, которое она может понести – лишение свободы на срок до 6 лет. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.